Теория и практика Что влияет на то, что видео будет набирать активно просмотры Что влияет на это положительно, что влияет на это негативно Обо всем об этом я расскажу в данном уроке Первый момент, который вам нужно запомнить на всю свою жизнь Если видео неинтересное, при том не важно что это будет Пошаговый видео урок о том, как приготовить пиццу Или какое-то развлекательное видео, как вы с друзьями весело танцуете под какую-то музыку Либо это будет влог, где вы рассказываете о себе, о своей жизни О своих последних покупках, если вы девушка, о той косметике, которой вы пользуетесь Или это просто видео из жизни, где вы делитесь своим опытом Что-то снимаете, показываете, как вы строите дачу или будку для собаки Не суть Смысл в том, что видео должно быть интересным Оно должно держать человека в таком эмоционально возбужденном состоянии Чтобы он не засыпал, чтобы было поменьше пауз Меньше какого-то скучного материала Чтобы в видео присутствовал экшен Есть такое слово английское, оно означает действие И если вы сами по себе человек неинтересный То развивайте навык речи Развивайте навык того, чтобы у вас сохранялась динамика внутри видео Это не означает, что нужно стремиться говорить все активно, активно, быстро и резко Нет Но какие-то элементы того, чтобы ваше видео смотрелось интересно, живо Они обязательно должны быть Потому что видео с засыпающим, таким скучным, унылым лектором Оно не будет никому интересным И, соответственно, оно уже в корне провальное по своей сути Поэтому очень важно, чтобы вы в своем видео смогли поддержать интерес зрителя Давайте я вам покажу пример хороший Как делает одна девушка Ее зовут Ирина Она обучает английскому языку в ютубе И посмотрите, как она интересно и живо ведет свои видео уроки Перед вашими глазами находится ее видеоролик Называется «Английский язык. Построение предложений» Обратите внимание, что у нее нету какой-то профессиональной камеры Canon Mark II Или там вообще какой-то зеркальной камеры Я вот отчетливо вижу, что она записывает видео либо с телефона, либо с веб-камеры Притом такого очень простого качества У нее нету какого-то пафосного фона Дорогой одежды, каких-то других атрибутов Которые требуют затрат времени, денег и так далее То есть у нее нету вот этого так называемого гламура Который часто есть у видеоблогеров Она просто включила видеокамеру И за счет своих ораторских навыков Мимики интересной Она действительно делает качественные видео уроки И заметьте, какое у нее большое количество как просмотров, так и лайков То есть 3292 лайка и всего 38 дислайков Это просто фантастический показатель Это все говорит о том, что видео само по себе интересное Мало того, что оно обучающее, так его еще интересно смотреть Лектор, настоящий профессионал То есть делает видео живо, ярко, интересно И постоянно зрителя поддерживает в таком эмоционально возбужденном состоянии То есть я не засыпаю, мне не скучно Я реально смотрю с удовольствием, с интересом Вот это очень важно Второй момент – это активность Внутри видео нужно создавать активность В течение первых суток после загрузки вашего видеоролика YouTube выставляет определенную оценку для вашего видеоролика Оценка эта складывается из активности, которая происходит внутри видео К активности относятся Когда пользователи ставят лайки или дислайки Когда они пишут комментарии Когда вы отвечаете на комментарии Когда пользователи делятся с друзьями этим видеороликом Когда они совершают любое активное действие В том числе и просмотр данного видеоролика Потому что YouTube учитывает, сколько людей посмотрели видео от начала до конца Сколько людей посмотрело видео первую минуту и так далее Все это учитывается Поэтому очень важно, чтобы в первые сутки после загрузки видео Была максимальная активность Попросите ваших друзей, пока у вас не очень популярный канал Попросите их о том, чтобы они поставили лайк Написали комментарии, посмотрели полностью видео Потому что все это благоприятно влияет на дальнейшую жизнь вашего видеоролика То, как он будет набирать просмотры То, насколько часто он будет показываться в похожих видео Сейчас я нахожусь на главной странице YouTube Я вышел из своего аккаунта для того, чтобы вам продемонстрировать одну классную фишку Смотрите Вот здесь вот, это топ YouTube, главная страница То есть, соответственно, здесь показываются видеоролики Которые сейчас являются наиболее популярными Ну, они попадают вот сюда, в самый верх А также, если мы немножко перемотаем, в раздел популярный на YouTube И одно из таких видео, это сериал Маша и Метведь Если мы его откроем, то увидим, что оно было загружено один день назад И за сутки удалось совершить, смотрите, сколько активных действий Во-первых, 603 тысячи просмотров 2500 лайков и 350 дислайков То есть, если все суммарно это сложить Это огромное количество действий за одни сутки И если вы в своем видеоролике сможете совершить эти действия без накрутки С реальными пользователями То вы тоже попадете на главную страницу YouTube И будете собирать большое количество трафика Но, естественно, у этого канала огромное количество подписчиков Миллион двести Поэтому вот эти действия пользователей так легко даются За такой короткий промежуток времени, как одни сутки Или по-другому 24 часа Если мы немного перемотаем вниз, то увидим комментарии разные То есть, как правило, эти комментарии модерируются Соответственно, люди пишут свое мнение об этом видеоролике И это все благоприятно учитывается YouTube Естественно, нет цели, чтобы попасть на главную страницу YouTube У начинающих людей, которые создают свой канал на YouTube Да и я вам скажу, из своего опыта Мне удавалось всего лишь раз попасть в топ YouTube Не на главную страницу, а в топ по категории Потому что это действительно сложно и непросто Особенно, если у вас нет большого актива в виде раскрученного канала Но не стоит ставить это как цель Просто важно помнить, что вот эти все факторы Лайки, комментарии Когда люди делятся в социальных сетях каким-либо видеороликом Это все учитывается Но обратите еще такую немаловажную вещь Что длительность видео также имеет высокое значение Вот смотрите, скажем, это видео длится 30 секунд И поэтому большое количество людей его от начала до конца посмотрят И обратите внимание, какое большое количество дислайков у данного видеоролика То есть вероятнее всего видео неинтересное Комментариев аж 2600 То есть идет бурное обсуждение, спор какой-то И это все является опять-таки показателем активности Поэтому данное видео попало в топ То есть не удивляйтесь, что такое тоже бывает Но за счет того, что большое количество дислайков у видео Оно довольно быстро оттуда вылетит И соответственно не будет так часто показываться в похожих Как видео, у которого большое количество лайков Третий момент это ключевики Не бойтесь брать высокочастотные или среднечастотные запросы То есть самые эффективные запросы действительно в ютубе Это высокочастотные и среднечастотные Для тех, кто не знает, что такое Поищите в яндексе значение этих терминов Если вкратце, то это значит самые популярные слова в вашей нише Не бойтесь брать конкурентные запросы Где есть реальная конкуренция Потому что сейчас, на сегодняшний день, в 2014 году В ютубе относительно просто попасть в топ По ключевым запросам На первую страницу в поиске Либо на первые 2-3 страницы Ну соответственно на первых двух чаще всего Трафик весь и водится А как показывает мой опыт На первых 5 позициях первой страницы Давайте я вам покажу на примере Что такое высокочастотный ключевой запрос И насколько он действительно дает трафик Итак, я нахожусь на главной странице ютуба И сейчас веду, к примеру, такой запрос Как приготовить пиццу И если бы я записал, скажем, видеоурок Связанный с приготовлением пиццы То я бы выбрал именно такой запрос И такой заголовок для своего видеоролика Как приготовить пиццу Дома простой рецепт То есть я бы именно вот так бы написал Заголовок для своего видео Но люди, которые боятся использовать Конкурентные запросы Видите, да? По запросу, как приготовить пиццу У нас 15 тысяч результатов То есть они, взглянув на эту цифру Могут подумать, что Блин, здесь так будет очень тяжело пробиться Очень тяжело раскрутиться Поэтому я выберу какой-нибудь узкий запрос Типа, как приготовить пиццу с салями И там что-то такое недорогое И там, ну, какой-то такой запрос Не как приготовить пиццу А именно что-то такое узкое Я имею в виду ключевое слово Вот, смотрите, как готовить пиццу ассорти Вот это узкий запрос Не очень правильно Конечно, можно под запрос Пиццу ассорти продвигаться Но это очень узкий запрос Он не даст вам трафика И популярности вашему видео Особо не прибавит Поэтому я бы брал широкий запрос Первоначально развивал бы канал Именно под широкие запросы И попасть в топ То есть вот на первую страницу выдачи По этому запросу относительно несложно И в основном видеокурсе YouTube Master В котором содержится огромное количество видеоуроков Я там уделяю почти целый час Этой теме Как продвигаться в топ YouTube По ключевым запросам И, соответственно, генерировать трафик На ваши видеоролики Но об этом, соответственно, здесь В мини-курсе я уже рассказать вам не успею Потому что это займет слишком много времени Последний элемент Это ротация Если вы сделали все правильно То есть выбрали высококонкурентный заголовок У вас качественное видео Интересное и не очень продолжительное по времени Скажем, до 10 минут оптимально для видеоролика Если у вас есть лайки, комментарии Активность под вашим видео Вы отвечаете на комментарии Тех людей, которые пишут комментарии у вас в видео То есть у вас идет постоянная какая-то активность То у вас видео будет показываться в похожих видео И уже далее Если у вас действительно качественный контент Если у вас правильный значок видео Это такая вот иконка, которую можно выбрать При загрузке видео Либо ее можно выбрать самостоятельно Если у вас аккаунт подтвержденный Уже далее Жизнь вашего видеоролика Начинается самостоятельно То есть вы уже на это можете, конечно, повлиять Но, как правило Если вы все сделали на первоначальном этапе правильно То в этом нет смысла Все будет развиваться само собой Просмотры будут идти Популярность будет расти Подписчики будут приходить Раздел рекомендованные видео Складывается из такого параметра Как журнал просмотров Если вы, скажем, смотрите часто видеоролики по бодибилдингу А потом смотрите какой-то видеоролик Связанный с модой То не удивляйтесь, что в похожих видео Вам может показываться видеоролик Связанный с бодибилдингом Потому что у вас в журнале В истории просмотров показывается Что вы любите видеоролики Связанные с бодибилдингом Вот такие фишки Вот такие секреты того Как раскрутить ваше видео с нуля На этом все Включайте следующий урок До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok